Здравствуйте, дорогие друзья! Наша программа «Ракурсы» нацеливает на продуктивное изучение истории искусства XX века, биографии художников разных эпох, стран и народов, исходя из цикличности исторического процесса, смены стилей, системного подхода. Погружение в историю искусства носит творческий характер и направлено на органический поиск исторических параллелей как между памятниками искусства, так и непосредственно створимым на передаче изображением, которое является органическим парафразом многочисленных тем нашей программы. Сегодня мы с вами поговорим об искусстве фавистов, а точнее о творчестве Анри Матисса, который по праву считается родоначальником искусства фавизма, направления фавизма. Фавистов называли дикими, потому что они переосмыслили природу цвета, цветовых ощущений и сделали совершенно новое открытие, новую цветовую систему живописи. Анри Матисс, как известно, был сыном торговца зерна, родился в провинции, и, казалось бы, ничто не предвещало ему карьеры или вообще профессии живописца. Но, тем не менее, вот талант, обнаружившийся рано, привел его в мастерскую лидера символистов. И он попал к Гюстау Моро, стал учеником Гюстау Моро. Как правило, в ранний период своего творчества он прошел через эпоху или стадию увлечения и импрессионизмом, и постимпрессионизмом. И Моро ему посоветовал делать свои композиции проще и брать цвет проще. И именно Матиссу предстояло стать первооткрывателем новой системы живописи. Вот если мы обратимся к работам Матисса, вот его «Красные рыбки», то мы сразу поймем, в чем смысл живописи художника. Он писал, «Я просто кладу краску, которая выражает мои чувства», – говорил Матисс. «Все и даже цвет – это творчество. Прежде чем перейти к объекту, я описываю мои ощущения. Все нужно создавать заново, и объект в цвете». Кстати, вот он создал много, как мы видим здесь, и комнат, и портрета, то есть интерьерных вещей, и портретов. И вы видите активный, вот это красная комната, да? Мы видим здесь активный красный цвет, и все аксессуары, наполняющие интерьер, они играют роль орнамента. И даже там окно с подоконником, стул, и натюрморт, и фигура. И вот этот имеет оттенок такого орнаментализма. «Когда рисуешь дерево», – говорил Матисс, – нужно чувствовать, как оно растет. Писал он, вот вы видите его работы, чистой краской, или ярко-синий, красный, желтый, зеленый. Упрощал формы. Но во всем мы видим здесь такую организующую мысль художника. Более того, он говорил, что композиция – это искусство размещать декоративным образом элементы, которыми художник располагает для выражения своих ощущений. И именно Матисс пришел к такому декоративизму или к декоративному арабеску. Что такое декоративный арабеск в его творчестве? Это сведенная к плоскости форма, которая начинает играть огромную роль в организации картины. И вот он говорил, что фавизм был для меня испытанием средств. Вот вы видите его фавистские работы. Поместить рядом голубой, красный, зеленый, соединить их экспрессивно и структурно. Это было результатом не столько обдуманного намерения, сколько прирожденной внутренней потребности. Матисс всегда подчеркивал не рассудочный, а интуитивный характер фавистской живописи. Вот именно эти цветовые ощущения, они должны действовать психологически, психически. Цвет действует тем сильнее, чем он проще, говорил Матисс. И вот в его работах, которые вы сейчас видите, там и портреты Жанны Вадерин, и сад Иссу, интерьер со скрипкой, с этруской вазой, и кар. Вы видите, как он воплотил свою систему живописи уже конкретно в своих работах. Он говорил, какой интерес копировать предмет, который природа снабдила неограниченными качествами, и который всегда можно себе представить красивее. Важно отношение предмета к художнику, к его личности и силы, с которой он организует свои ощущения и эмоции. Кстати, вот в натюрмортах Матисс по совету Моро всегда старался писать предметы такие изящные, даже драгоценные. Но он их и делал драгоценными, эти предметы, за счет красок, которые он использовал. Краска у Матисса сама собой превращается в драгоценность. Вот мы здесь видим, что художник рождается на свет с чувственным восприятием, свойственным определенной эпохе культуры. Конечно, Матисс раскрепощает природу цвета, предметы его становятся цветными. Более того, Матисс считает, что краска должна выражать ощущения художника. И вот эта индивидуальность художника, она прочитывается в работах Матисса. Можно его назвать радикалом в живописи, то есть радикально устремленным художником? Наверное, можно. Вот период 1902-1904 годов, это протофавистские работы Матисса. Надо сказать, что он не стремится к схожести с натурой, это сразу мы подчеркиваем, да. Он трансформирует предметы. И он даже уходит уже от линейной перспективы, воздушной перспективы, и приходит к такой плоскостной живописи. Это особенность живописи Матисса, что он нарушает верность оптическому впечатлению. И здесь он идёт дальше, чем шли импрессионисты и пост-импрессионисты. То есть Матисс в противоположность импрессионистам исходил не из изменчивости зрительного аспекта натуры, но из изменчивости своего восприятия, своего внутреннего ощущения. И вот мы можем даже отметить некоторую плакатность его живописи, то есть появление таких серийных работ с плакатной краткостью. Посмотрите, вот в данной работе, вот здесь в синей комнате, да, цвет синий, он несёт такое ощущение печали, грусти и напряжения, и он формирует, именно синий цвет формирует диалог между этими двумя фигурами, а не выражение лиц персонажей, не мимика, не гримасы. Фигуры здесь даже статичны, да, но именно синий цвет помогает нам уяснить природу вот этих межличностных отношений между двумя персонажами. И, конечно, здесь всё уравновешено, сгармонизировано и выглядит весьма убедительно, хотя плоскостно, декоративно, орнаментально решено. Но для Матисса не важна была степень схожести с натурой. Хотя вот в данном автопортрете, да, мы всё-таки узнаём автора работ, лидера фавизма. То, что сделал Матисс, это была революция в живописи. И вот эта ёмкость его работ, цветовая, краткость, метафоричность, да, и надо сказать, вот они такие все неодинаковые, все разные и по композиции, и по организации пространства. И, конечно, можно только восхищаться и удивляться вот тому прорыву в живописи, который осуществил Матисс. То есть искусство для него было одно, а натура и природа – это было совершенно другое. И здесь в чём-то он, конечно, идёт рядом с Пикассо, и используя декоративность живописи, отталкивался и от Гогена того же, и пошёл дальше. Ну и приходит он вот к такой чистой декоративной живописи, и натура, она существует отдельно, а живопись, она существует отдельно. То есть художник должен передавать некие имманации, живописные имманации в своих произведениях. Ну, наверное, в результате того, как он чувствует себя в жизни, как он общается с предметами натуры – вот что главное. То есть отношение должен передавать своё отношение к предмету натуры, свои ощущения, свои эмоции. И отсюда вот эта сила и убедительность творимых Матиссом образов. И вот мы сегодня с вами на нашей передаче тоже, заразившись вот этой красочной феерией, живописной насыщенностью полотен Матисса, тоже попробуем сделать несколько работ в таких декоративных, орнаментальных, плоскостных, но с некой такой преамбулой. И я сейчас в студии вот разложила здесь акварель, гуашь, масло, масляные краски. И мы вот в разных техниках сделаем несколько работ. Значит, что в них будет такого особенного? Вот давайте посмотрим. Здесь у меня на планшете вот уже закреплена уже композиция такая, рисованная карандашом, набросок. Здесь будут такие три фигуры, три грации. А называться она будет на зелёной лужайке. И я, с вашего позволения, раз это зелёная лужайка, то я возьму, найду у себя на палитре вот этот такой красивый, активный, похожий на зелёнку, зелёный цвет, который любил Матисс. И буду здесь выкладывать свой орнамент. Мы видели вот эти активные, ничем не разбавленные краски. Но здесь, посмотрите, самое интересное в чём, что нужно знать природу цвета и цветовую палитру. То есть, если зелёный такой активный где-то брать, то нужно попробовать дать и найти контрастный ему цвет. Вот я опять здесь... У нас здесь нет как таковой перспективы линейной и воздушной. Вот так вот ровненько мы закрашиваем эти плоскости. И, казалось бы, ничего особенного в этом нет. Но картина начинает работать только тогда, когда появляется ритм цветовых пятен. Вот я рядом здесь найду такой активный красный, который, может быть, это там на зелёной лужайке вот такие активные цветы. У нас здесь нет, как и вот в классической живописи, там, ярко выраженного композиционного центра или главного предмета. У нас они все равнозначные. Что вот здесь эти декоративные цветы на полянке, что эти три фигуры, что здание на третьем плане. Я ещё хотела сказать, что для фавизма характерна такая ковровая орнаментальность. То есть эти картины можно сравнить с ковром по орнаментике. И вот так вот как-то ровно, аккуратно нужно рисовать кистью и заполнять вот эти вот плоскости. Ну, самое интересное у нас здесь всё-таки эти три фигуры. И надо сказать, что живопись фавистов, она имеет какой-то символистский оттенок. Вот здесь эти три фигуры. Можно рассматривать их как одну фигуру, которая, значит, идёт навстречу нам, потом разворачивается и уходит. Можно рассматривать как две разные фигуры. Или три грации, вот на зелёной лужайке. Но надо сказать, что, конечно, вот Матисс, он мог себе позволить трансформировать, деформировать натуру, нарушать пропорции. То есть более смело рисовать и использовать вот такой вот чёрный контур. Я сейчас продемонстрирую. Вот он... Можно это делать в конце работы. То есть он как бы свободно делает и рисует сначала вот такой вот чёрный контур. И этот чёрный контур, он отделяет один предмет от другого. Иногда он может растворяться в самом объёме. Но он такой живой, непосредственно, этот чёрный контур. И потом вот между этим чёрным контуром уже идут такие активные заливки цветом. Можно, конечно, вот я здесь цвет натурный, там лица, кожи, я его пытаюсь воспроизвести. А можно, конечно, совершенно... Вы видели в портрете там жены художника Матисса, то он делал просто зелёные тени, красный или оранжевый свет. Вот. А я здесь всё-таки вот заливку сделала, исходя из как бы естественного цвета кожи. Ну, черты лица можно потом прорабатывать. Нужно сказать, что здесь тоже можно делить или разбивать предметы на плоскости. Метод, который использовал и Пикассо, и Кубов Туристы потом. То есть сначала строить картину, а потом её разрушать. Ну, вот мы здесь главным образом будем наслаждаться тем, что будем использовать такие открытые, откровенные, чистые тона. Очень приятно вот так же, таким способом рисовать архитектуру. И для архитектуры, тем более барокко или рококо, в смысле классицизма, ну, вот использовать такую там заливку, там, я не знаю, оконных проёмов. И заливку белой колонны оставить и жёлтую стену сделать. И дать тоже обводку чёрным. Ну, и здесь тоже такой вот ленточный такой орнамент. Надо сказать, что матис, корни живописи матиса всё-таки можно найти в модерне. Вот здесь такая лента, лента жёлтая. Но матис пошёл дальше. И вот мы, значит, здесь так заливаем. И продолжаем в таком же духе. Вот я основные цветовые пятна здесь разложила. И дальше только дело техники и дело времени. Ровно, аккуратно закрасить. Зелёные лужайки, красные цветы, жёлтые листья и фасад здания, и саму фигуру. Но сама фигура будет написана так же, как и фасад здания. То есть здесь не делается такого акцента на человеке. Давайте продолжим. Я здесь не делаю объёма. Это тоже характерно для афавизма. Но, естественно, вот мне хочется там как-то детальки какие-то сделать, чтобы глаза смотрели на нас. Всё-таки элементы детализации, они могут быть. Но мы вот увидели, что здесь мы соблюли основные принципы фавизма. Декоративность, орнаментальность, яркость. Работа, ну, может считаться законченной. А теперь сделаем другую работу, тоже в фавистском стиле. Но уже тематику возьмём греческую. Мы также активно возьмём цветовую гамму, цветовую палитру. И здесь у меня уже сделано с греческого фриза. Вот такая композиция рельефная. И обведены контурные линии. И я здесь единственное, что хочу смело и активно поэкспериментировать вот в цвете. Фон такой, ну, построенный на таких вот ярких красочных пятнах. И здесь могут быть активные такие сине-зелёные включения, красные, жёлтые. В общем, всё, как любил Матисс. Главное здесь смелость, такая непринуждённость. Вот здесь нужно сказать о той роли подсознания, которые играют в живописи фавизма. То есть вы работаете на ощущениях. Вот какой цвет, какой отзвук и какую там гармонию он несёт. Вот такие, кстати, практики, они полезны. Весьма полезны. Ну, я здесь тоже могу, кстати, такими заливками делать, лисировками. Где-то брать цвет в полную силу, а где-то потом увеличивать его интенсивность, плотность. Вот светоноскость. Вот такая любовь к ярким декоративным цветам. И вот смотрите, мы здесь словно дробим на разные плоскости декоративные. И вот так вот выкрашиваем все элементы композиции. Ну, и сам тоже вот этот вот фон, он с какими-то такими красными пятнами, словно проваленными. Ну, вот это вот качество и есть качество фавизской живописи. Ну, вот так интенсивно мы работаем с цветом. И нужно время, чтобы усилить все градации, все цветовые отношения. Давайте дальше работать. Мы делаем контур. Можно линию где-то делать шире, где-то тоньше. где-то еще усиливать вот эти цветовые пятна. Ну, и вот так мы приближаемся к концу. Вот что у нас получилось в итоге. Ну, конечно, мне кажется, что акварельная техника, она красивая, но более отвечающая задачам фавизма все-таки техника гуашевой живописи или акрилом, или, можно писать, естественно, масляными красками. Давайте сделаем тоже такую близкую к фавизму работу, но уже гуашевыми красками. Излюбленный мотив во французской живописи – это тема купальщиц. И вот мы сейчас в гуаше сделаем такую орнаментально-декоративную композицию. Я уже наметила вот здесь трех купальщиц, три фигуры, и мы можем приступить к живописи. Здесь контурные линии у нас будут, конечно же, такие коричневые, в смысле черные, коричневый вот цвет такой, коричнево-зеленоватый цвет скалы или камней прибрежных, вот мы здесь уже можем решить. Конечно, небо синее, волны синие, это безусловно. И здесь вот гуашевыми красками, но эту скалу мы с вами как бы разобьем на такие плоскости, которые будут иметь чисто декоративный вот такой аспект. И эти декоративные плоскости, одна будет там зеленоватая, другая коричневая, вот они вот так вот будут здесь выходить. Потом мы им дадим контур черный. Ну, а что касается вот фигур, то я все-таки сторонница того, чтобы делать цвет кожи, или близкий цвет кожи, такой кремовый оттенок. И с белилами, охра, мы делаем этот оттенок. Можно тени оставить, не делать, можно подчеркнуть где-то тень. Ну, вот я такую вывожу сюда вот руку, купальник здесь будет красный у нас, так хочется мне, красный, зеленый, синий, кремовый, желтый такой. Вот. И для меня важен ритм цветовых пятен, и, конечно, вот какая-то такая натурная правда, она не совсем мне интересна. Почему? Ну, наверное, здесь понятно будет цитата Пикассо, Пикассо, который говорил, что художник, он должен уметь убедительно врать. Ну, вот я могу чуть менять этот оттенок. Здесь делать... Это у нас фигура на первом плане. И здесь же мы сделаем фигуру вот на дальнем плане. И опять-таки вот контур меня интересует, абрис, там, головы, шеи, плеча, некая какая-то рельефность всего этого. Черты лица, там, глаза, разлёт бровей. Это можно тоже показать. Ну, и, естественно, что... Дальше... Ну, эта фигура, пусть она будет даже... Можно сделать её обнажённой. Пусть она будет, наверное, блондинкой у нас. Главное здесь что ещё? Вот я, конечно, это буду тоже дописывать, сейчас писать, но хочу подчеркнуть, что вот у нас здесь вот эти... Вот эта гряда... Нужно найти вот этих вот облаков белых и там синевы неба. Вот это ритмообразующее вот это вот начало. Примерно наметить. И здесь тоже. Эти разлапистые облака. Они словно ковёр будут там, да? И одновременно я тут же намечаю вот эту фигуру, которая там вдалеке ещё. Ну, она совсем так... Пусть будет... Что-то такое. Какой-то намёк, конечно, на анатомическую правильность. Он должен быть. И мы потом это всё ещё подчеркнём. Ну, вот сначала... Давайте определимся. Ну, с этими волнами тоже. Вот они сидят в волнах. И здесь как-то вот, наверное, можно это всё... Набегающий там на песок. Эти волны... Тоже вот эта гряда такая. И одновременно... Вот эти облака, они не будут там белыми. Они какими-то будут серыми. Они тоже будут иметь свой ритм, свой порядок. Но я бы ещё хотела здесь... Вот найти цвет вот этого красного купальника. И он тоже может быть с орнаментом, этот купальник. То есть орнаментальное прочтение там потом какие-то цветочки мы ещё с вами изобразим. Здесь вот эти вот там... Такие лямки. Здесь тоже вот эта вот линия пошла. Вот она здесь прерывается. Здесь так. Вот это вот организующая линия. И вот эти вот... Такая же линия будет подчёркивать вот эти вот... Вот эту гряду облаков здесь, да? Вот она туда пошла. Что-то... И такая же линия... Ну, я здесь сделаю там... Чёрные волосы длинные. Вот. И здесь также вот мы можем тоже бесконечно уточнять характер этих девушек. И одновременно вот эту вот динамику, ритм вот этих... Линию горизонта, конечно же, нужно определить. Вот она здесь где-то будет, линия горизонта. Линейной перспективы воздушной у нас нет. Поэтому у нас одинаково будут видны там вот эти вот тоже орнаментальные полосы, воды, берегов. И, естественно, что вот уточняем и рисуем вот эту вот фигуру. Вот. И таким образом мы ведём работу. Уточняем и детализируем. Но не забываем о том декоративно-орнаментальном характере. Продолжаем детализировать. Здесь появляются какие-то черты лица. Вот. Орнамент, как мы и хотели сделать на купальнике. Вот. Ну, где-то можно линии сделать там поизящней. Белые пустоты какие-то ещё. Ну, относительно можно считать, что работа закончена. А теперь сделаем другую работу в духе фавизма. Такой московский пейзаж. Москва-река с корабликами. Это же такой летний вариант. Я сразу вот даю чёрный контур. Но больше всего меня, конечно, здесь беспокоить будет композиция. Вот. И вспоминаются мне работы того же Марке и Матисса, соответственно. Вот. И я сразу вот эта чёрная линия, беглая, она словно и будет у нас такой системообразующей. И вот у Матисса это начало организующее, рациональное. Оно всё-таки присутствует, несмотря на интуитивное цветовое прочтение темы, развитие сюжета, идеи. Вот. Хотелось бы это отметить. И здесь вот как раз и важны вот эти сочетания, посмотрите, линий и линеарных построений. Там где-то башни Кремля. Сената, правительственных зданий. Но мы не будем копиистами от натуры. Мы сделаем такой несколько обобщенный вот образ. И после этого вот мне сразу хочется взять так активно небо. Ну, он такой будет у нас лёгкий. Представим себе, что это такой пасмурный, несколько просветлённый какой-то день. сероватых таких очертаний. Жёлто-охристых и серых. Как будто туманность такая. И вот этот же цвет неба, вот он у нас потом будет пущен здесь на воду пущен. Словно отражение, особенно на первом плане. Вот с такой какой-то, ну, лёгкостью, да, мы это делаем. Зелень пустим здесь. И пустим здесь, естественно, вот эту вот охру правительственных зданий. И я бы сказала ещё вот такой, что оттенок этого моста. Ну, какая-то есть в этом во всём незавершённость и эскизность, да, этюдность. Ну, вот. Из... Так, сейчас. Ну, вот мы руководствовались здесь в марке. Вам судить, насколько это получилось правдоподобно. Повторяю, что здесь задачи стояли декоративной живописи. Ну, где-то этот белый пароходик такой с какими-то красными здесь надписями может быть. И там судёнышко тоже. Могут быть какие-то здесь на мосту там персонажи или машины. Ну, ещё он такой, он лёгкий, непринуждённый характер этого эскиза. Ну, вот. Таким образом мы сегодня с вами сделали несколько работ в подражании Матису. И таким образом мы словно бы отыскали свой собственный ракурс. А значит, не прошли безучастно мимо обозреваемой нами темы истории искусств. Поняли смысл художественного творчества, цель эстетического постижения окружающего мира и места человека в нём. Ну, а я сегодня прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч. Творческих вам успехов. До новых встреч. movies